Игровая индустрия Но сначала небольшая реклама Заходите на мою группу ВКонтактике, в которой сейчас всего 89 человек, блять Серьезно, братва, подписывайтесь, так вы не пропустите новые видео Кроме того, у нас здесь есть совершенно замечательные мемасы от подписчиков Конечно же, анонсы стримов, творчество подписчиков И многое-многое другое, на самом деле ничего там больше нету, но надеюсь, что будет Братва, очень вас там жду, пожалуйста, давайте поможем мне развиваться Ссылочка в описании Ребята, серьезно, вы же не думали, что здесь будет какая-то платная реклама? Кому нахуй надо мне платить, чтобы рекламиться, камон Всем респект, братва, с вами Мамрадер 120 Гигабайт Это будет очень необычное видео и для начала небольшая предыстория В самом начале своей карьеры на Ютубе, если, конечно, это можно так назвать Я сделал видосик по одной игрушке, которая называлась Evil Она была отвратительной, я ее разнес в щепки, но привлекала на мое внимание именно сиськами Да, в этой игре были сиськи, а потом я увидел количество просмотров этого видео И вы знаете, о чем это говорит, о том, что на сиськи есть спрос И это очень плохо, сейчас я вам объясню, почему На примере игры, которой так стыдно за саму себя, что у нее даже нету в главном меню ее собственного названия Эта игра называется Bloody Boops или Кровавые сиськи И да, я даже не смог найти лого этой сраной игры, чтобы разместить его здесь за разработчиков Поэтому вот вам убогая картинка из интернета Игра, конечно, сама убога чуть более чем полностью, и я вам сейчас объясню, почему Начинаем создание персонажа Оно просто поражает воображение, цвет кожи, лицо, размер груди, конечно же Но при этом мы не можем выбрать мужика, как будто мужиков сиськами не бывает Выбор подходящий размер груди, и я понял, что даже физику сисьек Физику того, ради чего создавалась эта игра, они не смогли осуществить нормально Ну что это за убожество сраное? На деле нам оказалось доступны несколько вариантов причесок Неестественные цвета кожи, пара купальников и выбор их цвета Полное дерьмо Единственное, что мне показалось забавным, это возможность выбрать маски А конкретно вот эту вот маску, пакет на башке Игра создавалась, как мне кажется, с упором на сетевую игру Но, конечно же, в такой убогой игре нету никакого онлайна Поэтому мы, ребята, с вами будем пробовать одиночную А теперь дружно похлопаем загрузочному экрану сиськами Эти овации для вас, дорогие разработчики, и вашей скутной фантазии Подожди, Артём, ты бы попробовал сам что-нибудь сделать своими руками Хотя бы нарисовать вот такие сиськи Ты же даже самую простую игру на коленке не слепишь А услышишь слово кот, ты, скорее всего, подумаешь о Call of Duty Только и можешь так критиковать, сидя на жопе, пили осомнительный контент на твоём никому не нужном канале Видите, нахер с такой хуйнёй Как обычный пользователь, я тоже могу оценивать игры, особенно если халтура не прикрыта А тут её очень легко заметить, несмотря на то, что нас пытаются отвлечь буферами Но вернёмся к игре Что же у нас тут за интересная цель? Найди четыре мыхалтаря и помолись на них, чтобы открыть портал домой Но береги всех, у кого нет... СИСИК, блять, ну конечно, СИСИК Кстати говоря, освещение в игре так себе Даже приставу ты и сиски не рассмотришь как следует Кроме того, в игре есть одна особенность, на которую надо не смотреть, а слушать Ай, да ничего-ничего, палец прищемил А ты давай беги быстрее Давай-давай, найди моего Песидона Он где-то тут, я его чую Всё правильно, братва, здесь есть комментатор, который мочит остроты на уровне передачи Аншлаг Зачем он здесь, я не знаю Но нам придётся смириться и с этим Кстати говоря, графика в игре не самая худшая её часть Несмотря на убогую анимацию, хреновое освещение и скудную детализацию Она оставляет не такое плохое впечатление, как все остальные составляющие игры Ну куда ж ты бастиком-то? Там же стёкла битые Это пиздец Короче, всё, что нам нужно делать, это носиться по ёбаному лабиринту и искать вот такие вот алтари в виде пенисов Если мы найдём 4 штуки, как я понимаю, у нас откроется выход из лабиринта и мы сможем свалить Сама локация представляет из себя нечто наподобие замка сада мазохиста, который наконец ушёл на пенсию Есть некая система туннелей, понятная только какому-то больному разуму её создавшему В лабиринте не просматривается никакой логики, всё выглядит абсолютно одинаково И вам сложно понять, ходите ли вы по кругу или бегаете там, где ещё не были Разработчики пишут, что это процедурная генерация Я бы назвал это убогий скучный кау Кстати говоря, в игре есть камера от первого лица Сначала подумал, нахрена она там нужна? Но потом я понял, чтобы смотреть на сиськи перед смертью Зато когда враги тебя атакуют, у тебя жопа в крови пачкается Это же просто охуенно, ребята, лучше этого ничего нету О, великий Песедон, мне нужно отмыть мои сиськи и жопу от крови Надеюсь, это ещё возможно, в отличие от репутации разработчиков Напоследок скажу про искусственный интеллект в игре Он чрезвычайно туп, как и те люди, которые думают, что это хорошая игра Заметить вас он может только с очень близкого расстояния Если он всё-таки заметил, он начнёт гнаться за вами До ближайшего угла, за который вы повернёте Но при этом игра остаётся довольно-таки сложной А всё потому, что управление в игре отвратительное Левл дизайн убог И рано или поздно вы просто упрётесь в препятствии, из-за которого погибнете Смерть такая же достойная, как и сама игра Остаётся надеяться, что за все мои слова разработчики не найдут меня где-нибудь в подворотне Не отпиздят как следует Хотя что-то мне подсказывает, что они прекрасно сами знают, что они состряпали Действительно, какой адекватный человек будет вот в это играть Оно никому не надо Разработчики прекрасно это понимают И как доказательство того, что они считают игроков дебилами При запуске они показывают нам схему управления С которой знаком каждый, кто хоть раз играл в игры При этом видно эту схему управления всего пару секунд Поэтому вы всё равно ничего не успеете понять И тут я начал вспоминать, что уже где-то видел нечто подобное Да, именно в той самой пресловутой игре Evil Той другой игре про сиськи Тогда я это назвал одним из плюсов игры Но на самом деле Это зашифрованное предупреждение О том, что игра говно Это, кстати, не все сходства Посмотрите на цену Блять, ладно, хорошо, на Бладибуб сейчас скидка Поэтому не так эпично получилось Но всё-таки у них одинаковая цена 79 рублей Цифра Диабола Так, ладно, всё, я заебался здесь картинки стрелять Поэтому буду заканчивать Итак, что мы имеем В игре нету почти никакого контента Именно поэтому мне пришлось так изъёбываться в этом видео Оставлять музычку и мемчики и прочую развлекуху Ведь сама игра не может нам предложить абсолютно ничего Это чисто спекуляция на сиськах В названии, в превью игры, в самой игре Разработчики рассчитывали развести игроков как лохов И вы думаете, что у них это не получилось? Игру купило около 27 тысяч человек Допустим, половину купили её со скидкой за полбакса А вторая половина за полную цену Ведь она такая низкая, всего один бакс Да и сиськи вроде имеются В итоге мы получаем 13,5 тысяч помножить на полбакса Плюс просто 13,5 тысяч Минус 10% комиссии Сима 18 225 баксов Именно столько получили разработчики за этот кусок дерьма На самом деле я хуёв ищет того, так что за цифры не ручаюсь Но ведь даже тысячи заработанных баксов за эту игру будет много Должны быть убытки, неудачи, разорения, развод и алкоголизм Кстати, только что я узнал, что разработчик это один человек Молодец, чувак, лихо ты всех объебал Я удаляю это дерьмо со своего компьютера А после того, как смотирую это видео Перекину все данные с этого жёсткого диска Чтобы сжечь его в пяти нахуй Дорогие друзья Если вы досмотрели это видео до конца Я ещё раз предупреждаю вас Будьте бдительны Не ведитесь на разводы разработчиков Будь то лутбоксы, миллионы DLC или сиськи Это даже не настоящие сиськи, блять Поделитесь этим видео с друзьями Чтобы предупредить их, их ещё можно спасти Всё, я устал С вами был Мародёр 120 Гигабайт Если вам понравилось это видео, ставьте лайк Я заебался с монтажом Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны Всем, кто подписан, респект жёсткий И до встречи в следующих видео Йоу!